Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодня мы с вами разберем предстоящие события сегодняшнего дня. В первую очередь важно отметить, что наш ведущий эксперт-аналитик Артем Диев вернется к нам с понедельника. Сегодня мы с вами проведем обзор вместе. Сегодня у нас с вами 8 октября, пятница, а это означает, что сегодня уходит статистика по безработице. Статистика по безработице Non-Farm Palace выходит в первую пятницу каждого месяца. Это ключевое событие, за которым наблюдают трейдеры. Напомню, что в сентябре, в первую пятницу месяца вышла достаточно печальная статистика. Если прогнозное значение было, напомню, в районе 750 тысяч новых рабочих мест, фактическое значение вышло 235-234 тысячи новых созданных рабочих мест. Конечно, если статистика выходит ниже ожидаемой, это всегда негативный фактор для американской валюты. Что мы с вами ожидаем сегодня? Сегодня мы с вами ожидаем, что прогнозное значение стоит на уровне 500 тысяч новых созданных рабочих мест. Если статистика выйдет положительно, то если статистика выйдет выше ожидаемой, это, безусловно, будет позитивным фактором для американской валюты. Американский доллар уже длительное время находится в восходящем тренде, и новость по безработице может только усилить этот тренд. Тем самым, такие валютные пары, как евро-доллар, фунт-доллар, мы ждем в снижении. Но технический анализ мы с вами проведем в самом конце этого видео. Из других ключевых фундаментальных событий важно отметить китайского застройщика Evergrande. Вчера Гонконг, Bank of Communications, сделал заявление о том, что Evergrande не хватает ликвидности, и так или иначе кто-то должен принять на себя удар. Например, такой крупный застройщик, такая крупная сумма долга не может просто так испариться на финансовом рынке, поэтому так или иначе удар должен кто-то принять. И стратегия китайского правительства сейчас заключается в том, чтобы разделить этот долг между как можно большим количеством участников, чтобы, так скажем, его нивелировать. Посмотрим, как это все закончится. Также здесь важно отметить, что вчера, в четверг, было заседание в Сенате по решению о поднятии государственного долга в США. И что здесь можно отметить? Они все-таки смогли договориться, и государственный долг был поднят на 480 миллиардов долларов. Здесь важно отметить, что поднятие долга было до 3 декабря. Это означает, что Америка не объявит дефолт в октябре месяце, не объявит дефолт в ноябре месяце. И в конце ноября, по всей видимости, будет проходить новое заседание в Палате представителей, в Сенате, о том, чтобы заново повышать государственный долг. С этим нужно что-то делать, а в Америке заканчивается ликвидность. Ну, а теперь давайте с вами разберем финансовый рынок с точки зрения технического анализа. С точки зрения технического анализа, давайте начнем наш с вами разбор с валютной парой евро-доллар. Евро-доллар сейчас котируется на отметке 1.1551. И что мы здесь видим? Общая тенденция сейчас идет на снижение. Евро-доллар пробил достаточно сильный уровень 1.1611, который очень длительное время, напомню, что это было с июля 2020 года. Цена торговалась все время выше этого значения. Но сейчас она ушла вниз. И следующее сильное значение, которое мы здесь видим, это уровень 1.1416-1.1420. Возьмем его. То есть, по большей части, у валютной пары евро-доллар сейчас есть коридор снижения к уровню 1.1420. По всей видимости, это произойдет в течение следующих двух-трех недель. Сегодня мы ожидаем, что снижение произойдет к отметке 1.1500. Посмотрим на валютную пару фунт-доллар. Фунт-доллар после сильного роста попытался обновить свой предыдущий максимум, но видно, что цена до него не дошла. Это означает, что цена продолжает свое движение в нисходящей тенденции. И пока о росте мы с вами не говорим. То есть, возможно, что сегодня валютная пара фунт-доллар пойдет снижение и достигнет отметки 1.3540-1.3550. Приключимся на валютную пару доллара и японская иена. Это график 4 часа. Что мы здесь с вами видим? Валютная пара доллара и японская иена находятся в восходящей тенденции. И, по всей видимости, восходящая тенденция сегодня продолжится. Текущая отметка 1.111.88. Думаю, что сегодня цена может достичь до отметки 112-1.1220. Здесь, видите, впереди нет уровня. Поэтому, с точки зрения технического анализа, как здесь можно рассуждать. Большинство участников сейчас по индикатору Кайман находятся в позиции на продажу. Как известно, индикатор Кайман – это индикатор настроения рынка. Если большинство участников сейчас продает, то рынок находится в активной стадии роста. Что мы, в принципе, сейчас с вами видим? Очень яркий восходящий тренд. По всей видимости, многие трейдеры думали о том, что сейчас цена может развернуться и уйти обратно в этот боковой тренд. Но цена, по всей видимости, будет продолжать обновлять свой максимум 112.04. Я думаю, что максимум он на свой сегодня обновит. И мы увидим значение 112.30-112.40. Посмотрим за золотом. Что мы здесь с вами видим? Золото продолжает движение также в нисходящем тренде. Сейчас находится в такой консолидации. И здесь ситуация 50 на 50. Конечно, после такой консолидации можно рассмотреть дальнейшее движение. Что здесь мы с вами можем рассмотреть и увидеть с точки зрения технического анализа? Нижний уровень можно поставить на отметке 17.21. И с точки зрения технического анализа, графического анализа, здесь можно видеть графические паттерны ромб. Ромб, напомню вам, что это в большинстве своем, это фигура разворота. Хотя в большинстве случаев цена может и просто начать расти. Но я все-таки склоняюсь к тому, что цена может пойти вниз. И вот по золоту мы с вами видим вот такой сценарий. Нефть марки Brent. Нефть Brent продолжает расти. И здесь наши цели остаются прежними. 83-85. Сейчас входить в позицию на покупку, как мы с вами видим, уже поздновато. Если рассматривать позицию на покупку, то это нужно было делать вот на вот этой коррекции, когда цена подошла к трендовому уровню поддержки. Прошу прощения. Сейчас мы ждем некоторого обновления максимума, потом опять возможны коррекции. И уже следующее движение к 85. А может и без коррекции мы увидим 85. В принципе, для нефти это движение, как мы с вами видим, одного дня. Индекс доллара. Индекс доллара продолжает свой рост. И возможно здесь уже заложено ожидание по Non-Farm, что данные выйдут положительные. И здесь также множество других факторов, которые перечислял вчера Артем Деев. Поэтому по индексу доллара возможно сейчас подход к уровню 94.52. Возможно обновление этого максимума и уже последующая коррекция. Посмотрим за индексом S&P 500. Индекс S&P 500 у меня вызывает двое ощущение. По той причине, что так или иначе после такой стремительной коррекции вниз, непонятно, чего от него стоит ожидать. С точки зрения технического анализа, в глобальной смотреть цена находится в восходящем тренде. Но так или иначе сейчас мы видим локальный нисходящий тренд. И цена сейчас находится около уровня поддержки нисходящего тренда. А это означает, что если цена от него будет отбиваться, то мы с вами можем увидеть новый минимум. Это 4230-4240. Напомню то, что основные постулаты нисходящего тренда это то, что предыдущее дно ниже предыдущего. Как это здесь у нас идет. Вот предыдущее дно, следующее идет ниже. И вершина тоже. Вершина идет ниже, чем предыдущая. И следующая вершина, если цена здесь отобьется, то это будет началом нового нисходящего тренда. И что здесь будет уже с американским фондовым рынком. Я думаю, мы с вами будем за этим только наблюдать. Но пока позитивных факторов нет. И опять-таки я все-таки больше рассматриваю движение вот такое вниз. Ну и на этом все. Мы заканчиваем наш с вами обзор. Всем хочу пожелать успешной торговой недели, успешного завершения. Всего вам наилучшего. До свидания.